200 тысяч тенге составит единая ставка сбора за первичную регистрацию машин с иностранными номерами, которые ввезли в Казахстан до 1 сентября этого года. Соответствующие поправки в налоговый кодекс сегодня приняли в Сенате. Депутаты отметили, что это позволит легализовать около 300 тысяч машин. Причем налоги пополнят и бюджет. Как восприняли эту новость казахстанцы, расскажет Ирина Панфилова. Свой первый в жизни автомобиль Дина Буранбаева купила в прошлом году в Грузии. Пройдя все таможенные процедуры, привезла машину в Казахстан. Однако ездить до сих пор не может из-за иностранных номеров. После новости о снижении цен на регистрацию Дина с незерпением ждет, когда сядет за руль. Очень надеемся, что наш вид автомобиля, то есть на временных номерах из Грузии попадет в эту акцию, потому что это возможность сэкономить более полутора миллиона тенге. Я считаю, что это очень хорошая инициатива, это поддержка для населения. Наконец-то переоформить кроссовер планирует и Юрий Безруков из Павлодара. Машину он приобрел несколько лет назад. Тогда цена на авто была ниже рыночной стоимости. Я уже много лет являюсь владельцем машины с российскими номерами. И получается, уже давно хотел переоформить, уже приобрести казахстанские номера, но как бы не знал где, не было возможности. А вот теперь инициаторы проекта дают возможность. И надеюсь, уже в скором времени буду ездить как нормальный человек с казахстанскими номерами. Сколько всего в Павлодарской области машин с иностранными номерами, в местном департаменте полиции ответить затрудняются. Впрочем, как и во многих других регионах. Такие автомобили, как правило, не зарегистрированы в Казахстане. Водители передвигаются по страховке. Напомню, закон о едином размере сбора за легализацию заграничных авто приняли сегодня в Сенате. Правила касаются только машин, завезенных до 1 сентября этого года. И если некоторых автолюбителей новость порадовала, то в независимом профильном союзе данное решение считают несправедливым. Эти поправки я называю поблажками. Почему-то было принято решение какому-то количеству людей снизить требуемую к уплате сумму. Сейчас была огромная сумма для всех нас. Но кто-то, который эту сумму не хотел платить и пытался какое-то время на этой машине поездить, пользуясь режимом временного ввоза, по доверенности, еще как-то, еще как-то. И вот теперь для этих людей почему-то эту сумму снизили. А для тех законопослушных граждан, которые, привозя машину в Казахстан, платили эти огромные суммы, для них ничего не снизилось. По данным МВД, поправки позволят легализовать порядка 300 единиц транспорта. А тех, кто занимается международными грузоперевозками, планируют освободить от уплаты сбора за первичную регистрацию седельных тягачей. При условии, что они выпущены не более семи лет назад. Что касается требований к выпуску автомобилей на территории нашей страны, их смягчать не будут. Об этом в кулуарах парламента сегодня заявил министр индустрии и инфраструктурного развития. Напомню, ранее в сети ходила информация, что в Казахстане разрешат производство машин пониженного эко-класса. Без АБС, подушек безопасности и кнопки СОС. В силу сложившихся обстоятельств, понятно, полной комплектации производства автомашин в соседних странах, к сожалению, не получается. Поэтому они попросили до февраля месяца изменить стандарты производства на территории Евразийского союза машин с неполной комплектацией. Это будет касаться только Республики Беларусь и Республики Россия. Мы просто должны, так как у нас тоже производство есть, мы своим постановлением просто продублировали решение ИЭК. Но на территории Казахстана данное производство производиться не будет. И данные машины заезжать тоже не будут. Прокомментировал глава ведомства и вопрос предоставления льгот на проезд по платным дорогам. Рассчитывать на них могут только ветераны Великой Отечественной войны и работники экстренных служб. Ирина Панфилова, Жебекжола. Ирина Панфилова, Жебекжола. Ирина Панфилова, Жебекжола.